добрый вечер дорогие друзья сегодня эфир на тему семейные роли и мы поговорим о том как в семье могут распределяться роли которые впоследствии когда ребенок взрослеет могут оказывать существенное влияние на его дальнейшую жизнь поэтому сегодня говорим именно на эту тему сейчас я ее зафиксирую присоединяйтесь так все могу написать всем добрый вечер как ваши дела напишите пожалуйста какое у вас состояние пока я пишу тему эфира тема эфира семейные семейные давайте семейные послания добрый вечер добрый вечер так тема эфира семейные послания кому смотреть этот эфир ну в общем то неважно есть у вас ребенок или нет уже тоже были когда-то ребенком и у вас тоже есть семья и это значит тема подходит абсолютно все абсолютно всем я говорил о том что сегодня в stories о том что эта тема она как будто бы не совсем вяжется с тем продуктом который сейчас я продаю это практикум отношения с телом как основа успеха в жизни который стартует 5 февраля но это тема которая меня занимает больше всего в связи с моими личными жизненными обстоятельствами и в целом то что сейчас меня занимает поэтому будем говорить про семейные послания как какими они бывают наверное мы начнем только с этого ну а дальше если вам зайдет темой я увижу отклик в комментариях после проведения эфира то мы продолжим давайте буквально несколько вопросов вообще знаете что-то вот в этой теме семейные роли семейные послания что-либо слышали на эту тему знаете ли напишите пожалуйста чтобы я понимала с какого момента все это дело объяснять знакома ли тема напишите пожалуйста спасибо за ваши сердечки очень приятно так знакома ли вам тема разгребаю с психологом сейчас эти послания пишет настя мне нет тема знакома без углубления поняла да запись эфира я сохраню и после того как запись сохраню я посмотрю на ваш отклик если тема зайдет то мы продолжим потому что она очень объемная и в целом здесь можно самому как-то себе диагностировать в какой парадигме конкретно вы живете и это значит как-то стараться из нее выбираться потому что я вам говорил даже в сторис недавно о том что есть такая заповедь четвертая где говорится о том что родители надо любить и уважать несмотря ни на что и как будто бы темы которые могут много чего прояснить они игнорируются в том числе на потому что потому что есть некоторые устой и я хочу немножечко раздвинуть и это понимание ваше для того чтобы у вас были инструменты как менять свою стратегию поведения что значит стратегия поведения это когда вы воспроизводите то есть делаете что-то одно и то же и не понимаете как выйти из вот этого замкнутого круга ну например начинайте какое-то дело и бросайте или не можете там похудеть десятилетиями или вы вступаете в одни и те же отношения с определенным паттерном поведения в общем то чем больше будете понимать и знать тем больше будете замечать что сейчас в данный момент происходит на самом деле здравствуйте незнакомы добрый вечер незнакомы интересно узнать да да хорошо все я поняла ну давайте начнем вообще с того какие роли есть в любой семье роли до бывают первичные в семье это например роль отца роль мамы роль бабушки роль ребенка кстати напишите пожалуйста меня нормально слышно или лучше микрофон надеть по вашим ощущениям как телефон разрядился на зарядке его поставила напишите как слышно так вот есть первичные роли которые каждый из нас в общем-то несет и они между нами с вами никак не отличаются все слышно хорошо спасибо это роль мамы роль папы роль бабушки роль дедушки роль ребенка и есть роли символические и вот сегодня речь пойдет о символических ролях которые которые знаете нам как-то передают передают по наследству либо складывают так складывается так ситуация где эту символическую роль я для себя выбираю и начинаю и снова и снова в своей жизни воспроизводить как я сказала сейчас когда мы начнем разговор про эти роли вы поймете поглубже и роль например приведу вот забегаю чуть вперед например роль козла отпущения когда в семье есть такой человек который выполняет эту символическую роль козла отпущения на него все грехи все значит какие-то бочки а вся семья объединяется чтобы вместе пострадать на предмет того какой же у нас плохой сын и так далее сейчас мы углубимся в эту роль то есть вот эта символическая роль которая есть стратегия выживания то есть очень важно понимать что первый тезис это то что символическую роль которая формируется в моем окружении она мне помогает выживать то есть это неплохо и нехорошо это не то что например если я замечаю что моя роль в семье это козел отпущения или там золушка да тоже у нас будет такая роль мы с вами разберем это не значит что я какая-то не такая и на мне ставить можно крест нет это всего лишь значит то что в какой-то момент я выбрала эту символическую роль потому что мне так было легче жить выживать то есть это моя стратегия выживания моя психика так меня сохранила да то есть она меня поддерживала тем самым поэтому если вы вдруг будете что-то сейчас из услышанного например замечать в себе или в вашем партнере или в любой в любом вашем окружении пожалуйста не ставьте какое-то там клеймо или это все конец жизни никак не из этого не выбраться нет это значит что есть такая стратегия она до какого-то момента поддерживала или до сих пор поддерживает и дальше я уже могу выбирать или другой человек может выбирать если для него это актуально это роль будет со мной жить дальше или нет понятно да сейчас вы все это поймете вот этот тезис важно мне было проговорить что еще важно сейчас когда я буду перечислять эти роли обращаю ваше внимание что когда семья передает например своему ребенку какую-то определенную роль это значит что это значит что в семье есть еще какие-то роли да то есть не бывает такого что в нашей семье есть один козел отпущения и мы все такие вот прям психологически стабильные здоровые и никак не принимаем участие в этих играх конечно если есть какая-то одна роль то автоматически появляется еще несколько ролей в семье опять же может быть звучать сложновато ну вот просто сейчас пока эту информацию себе в голову складывайте я думаю что через несколько эфиров картинка будет более полная если будут возникать вопросы я после контентной части 10 минут поотвечаю на эти вопросы или если они будут по теме вы можете их задавать я буду смотреть на какие сейчас будет наиболее наиболее точно ответить хорошо поэтому вопросы пишите как только будет актуальной тема того что говорю я поотвечаю также пишите вопросы в комментариях кто смотрит в записи для того чтобы последующие эфиры я точно думаю что их будет минимум два на эту тему я их даже уже на самом деле выделила и я просто в следующем эфире смогу ответить на текущие вопросы ну так вот продолжаем еще раз эти роли они символические если вы например придете своему папе которому там 60 лет и скажете знаешь дорогой мой отец я поняла что у меня вот такая-то роль но есть шансы быть непонятой поэтому в первую очередь когда вы сейчас услышите информацию и заметите какую-то роль которую вы воспроизводите в своей жизни снова и снова повторяйте это не значит что надо бежать обвинять родителей в этом или кого-то еще бабушек дедушек это значит что у вас есть знаете такой контент для работы вот и все хорошо ну это я еще в конце обязательно проговорю так вот я сказала о том что если сейчас вы замечаете какую-то свою роль в вашей семье или роль вашего родственника то автоматически есть еще другие роли этой игры это очень важный момент и давайте сразу перейдем к непосредственно ролям которые я сегодня решила выделить и первая роль про которую я уже начала говорить это роль козла отпущения что это значит вот все что происходит в семье все происходит из-за какого-то конкретного человека и что это значит ну например если случается что-то то семья всегда знает кому адресовать обвинение то есть есть всегда тот человек который виноват будет в любых бедах притом может доходить до абсурдного но и на каком-то небольшой таком бытовом скажем уровне может происходить таким образом привожу вот такой пример ну допустим семье есть сын который ведет себя ну в общем какие-то проблемы у него сначала в школе потом в подростковом возрасте и во взрослом возрасте бесконечно бесконечные вопросы то с например с дерется сначала он там в школьном в школьном возрасте дерется со всеми одноклассниками потом он студенчестве принимает там пробует какие-то наркотики легкие и алкоголь и постоянно в общем-то как-то родители вынуждены со своим ребенком справляться и помогать его вытаскивать из всяких передряг потом вроде бы он уже еще подрос вот ему уже там 25-30 лет но все равно происходит какая-то жесть и он опять попадает его там увольняют бесконечно может устроиться на работу а проблемы с деньгами и родители снова вынуждены это все расклепывать это да я сейчас такой грубый сценарий но тем не менее соответственно все что происходит в семье да она может как-то быть адресована конкретному этому козлу отпущение каким образом ну например мама с папой ссорятся постоянно и в этом виноват их сын вот этот проблемный сын который бесконечно втягивает родители вот в эти все свои передряги или рождается младший там сын или дочь в семье и по-прежнему есть вот этот старший сын который доставляет кучу неудобств и что происходит могут постоянно обвинять старшего вот этого проблемного козла отпущения в том что вот мы не успеваем уделять внимание младшему потому что мы твои родители бабушки и дедушки бесконечно расхлебываем то что ты создаешь своими руками и так далее понимаете о чем я говорю то есть эту роль этот этот значит сын да вот парень берет в семье и когда он ее например воспроизвел несколько раз и он увидел что о это классный способ привлечения родительского внимания вообще-то в этом очень много выгод я могу не нести ответственность за какие-то свои поступки мне не надо ничего решать потому что однозначно точно мой папа или мама приедут и все решает и это роль она очень сильно про внимание да я обязательно точнее так я хочу получить еще больше внимания своих родителей и поэтому я создам какую-то ситуацию конечно последствия этой ситуации будут в том что родители снова будут недовольны они будут на меня кричать они будут говорить о том что вот я такой неугодный что я горе в семье или вот помните поговорка в семье не без урода в семье не без урода просто я не знаю вот у меня лично в семье когда бабушка в деревне была вместе там двоюродный брат его адрес часто звучало это значит поговорка и пословица и а мы с вами знаем кто смотрит меня регулярно и постоянно в сторис а я говорил о том что пословица поговорки они для чего создавались это тоже способ был справляться с какими-то жизненными сложностями то есть пословицы и поговорки как направление на фольклора народного было для того чтобы объяснять то что объяснить невозможно то есть когда говорили в семье не без урода в целом да вот это послание семейное оно было в сторону того что ну мы не можем объяснить как так случилось что наш сын постоянно попадает какие-то передряги ну нам не хватает на это просто образование никто не ходил там психологом и терапевтом и тогда надо как-то это объяснить понимаете то есть когда я не могу себе объяснить что сейчас происходит то мне с этим очень сложно справляться мне кажется что ну я могу умереть это очень безопасно может быть абсолютно много разных переживаний зашито понимаете да ставьте мне иногда эти сердечки чтобы я видела чтобы точно в контакте потому что знаете такое свойство на моих эфирах все замолкает начинает слушать а я вот вижу и думаю я вообще сама собой разговариваю с кем то поэтому я вас очень прошу иногда ставить плюсики что вы понимаете я ладно я буду иногда говорить поставьте плюсики если вам все понятно все сердечки вижу плюсики тоже можете поставить так вот еще раз пословица поговорки для чего для того чтобы как-то объяснять вот видите ставите мне сердечки сердечки я вас ну просто спасибо так вот еще раз пословица поговорка для того чтобы объяснять себе жизнь да для того чтобы как-то ну в общем то что не поддается моему пониманию создать какой-то закон ведь если вы подумаете сейчас я немножко отхожу от темы родительских посланий но даже семейных посланий не только родительских но смотрите что важно когда я не могу что-либо объяснить себе я создаю закон и по сути пословицы поговорки и это как раз законы и на самом деле очень сложно от них потом отделаться например в моей жизни звучало часто такая не знаю это поговорка лета ну анекдот наверное дебильнейший просто значит а ты значит это про обезьян которая стояла которая металась между двумя очередями очередь умных и очередь красивых да лично в моей как бы я помню очень много раз эту поговорку которая воспроизводилась снова и снова и как это это закон который в итоге в моей голове лег и зацементировался вот если вы вспоминаете прямо сейчас такие законы которые вам скажем так передали по наследству напишите пожалуйста в комментариях даже интересно сейчас на этом остановиться то есть еще раз те пословицы поговорки которые мы адресуем в адрес своих родных близких детей они могут стать для кого-то лейтмотивом жизни то что определит жизнь до того момента пока сам человек не заметит что что-то происходит не так и вот это вот в семье не без урода и это значит что я урод и это значит что я этот козел отпущения и это значит что я буду снова и снова для того чтобы выжить стремиться к соблюдению этого закона обратите внимание да вот если взять для чего необходима структура государства для того чтобы людей объединили для того чтобы им сказать что им делать иначе мало кто может вообще справиться с хаосом мало кто может выжить в хаосе это очень небезопасно это очень знаете ли ответственно и в свободе гораздо больше ответственности и поэтому не все к этой свободе готовы какие у вас законы может быть вы вспоминаете пословицы поговорки которые вы получили и замечали часто слышали в детстве напишите пожалуйста очень интересно я пока буду продолжать говорить про козла отпущения вы пишите я их сейчас зачитаю ну так вот получается что когда ребенок слышит о том что он козел отпущения он начинает жить в соответствии с этой роли он такое находится в роли плохиша ужасного ребенка проблемного ребенка и своим еще раз поведением он всячески будет подтверждать эту роль это действительно его роль это очень спокойно будет для и ребенка и на самом деле для родителей хотя они конечно же будут на эту тему очень много эмоционировать расстраиваться что вот ну как же так мы же такие хорошие родители мы так хотели воспитать хорошего ребенка а он получился вот таким вот негодным еще раз повторюсь когда люди воспроизводят какие-то свои роли следуют именно протяжении жизни это единственный способ как-то привлечь к себе внимание почему необходимо ребенку внимание потому что это то в чем нуждается ребенок при рождении и если например мама была холодной не шла на контакт такой доверительный теплый на то конечно ребенку надо было адаптироваться психика должна была адаптироваться и тогда начинается тестирование реальности так если я буду плохим мама будет чаще обращать на меня внимание да нет нет хорошо эта роль не заходит а если я наоборот будет такой послушной послушной девочкой мама будет на меня больше обращать внимание о да будет больше и тогда единственный шанс получить мамину любовь и принятие будет в том чтобы быть всегда хорошей потому что когда я не хорошая когда я не принесла домой пятерку то как бы меня не за что любить понятно я думаю в этот этот момент сейчас почитаю ваши ваши комментарии ваши законы которые вы в себе замечаете никогда не будет так как планируешь бабушка всегда говорила да 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 и тут кстати говоря вы знаете елена очень это я уже работаю индивидуально с клиентами вижу как они боятся планов боятся целей и не не любят например период декабря января когда сначала все подводят итоги потом ставят новые цели почему потому что у некоторых да когда мы начинаем работать всплывает вот это убеждение что никогда не будет так как планируешь поэтому не надо строить а почему бабушка так говорил потому что возможно бабушка пережила войну возможно бабушка также пережила там ну не возможно скорее всего да развал советского союза а то есть это так исторически сложилось она сталкивалась с таким количеством передряг с таким количеством сложностей и и она как будто бы пытается конечно обезопасить когда отдаёт такое послание но это к сожалению не так мало ли что ты хочешь о анна классное послание да да вспоминаю такое послание мало ли что ты хочешь да тогда какая какой здесь идет трансляция значит не надо ничего хотеть ты будешь угодной только тогда когда ты такая спокойная ничего не хочешь не доставляешь никаких проблем и смотрите что происходит дальше когда человек приходит к определенному возрасту он понимает так сейчас все говорят про желание что важно чего-то желать хотеть а я ничего не хочу как мне понять чего желать чего желать и когда я проводила недавно бесплатный марафон декабре один из уроков был и частые вопросы были о том как мне понять чего я хочу потому что класс конечно составляет карту желания но когда ты даже не понимаешь механизм вот этого желания хотения как угодно можно называть почему потому что когда-то мне этот закон рассказали мало ли что ты хочешь хорошо идем дальше смотрите важно когда вы говорите о том какие законы у вас есть да и которые вшиты вас это неплохо это наоборот классно что вы их замечаете поэтому не бойтесь пишите это только лишь позволяет вам еще больше понять как с этим работать и это менять если этот механизм вас перестал уже поддерживать про труд и рыбку без труда не выловили рыбку из пруда теперь вот это убеждение что за большие деньги можно только упахаться да настя понимаю береженого бог бог бережет это просто да береженого бог бережет если реально вот углубиться в этом понимание то что здесь какое здесь стоит за этой пословицей поговоркой или что это к чему это можно отнести к какому направлению фольклора то здесь о чем идет речь не высовывайся другими словами да не проявляйся не и не надо тебе искать свою силу сиди и не высовывайся не показывайся потому что можешь получить за это что-то неприятное конечно конечно неприятное для меня тоже планирование и цели это мрак ты вечно не доводишь всего до конца опять начала чем-то новым заниматься да анна понимаю ты вечно не доводишь да вот это вечно и в определенный момент когда ребенок часто слышит это он опять же будет стремиться к тому чтобы снова и снова воспроизвести в своей жизни и этот закон потому что только в этом случае когда я снова что-то начала новое когда я снова не довела это до конца мама мне отдаст даст какое-то внимание и я почувствую хоть каким-то искаженным вот таким вот образом себя любимой много хочешь мало получишь да это есть моя проблема про желание я не знаю что хочу она ну вот видите да здесь в принципе можно услышать просто набор тех законов которые передали посредством таких вот знаете ли скажем так безобидных пословиц поговорок можно вообще-то определить да с чем человеку сложно справляться хорошо то что ты хочешь это неправильно я лучше знаю что тебе будет лучше без меня ты ничего не сможешь это от мамы послание да понимаем 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 и смотрите что важно да любое любая попытка в данном случае опять же понять что я хочу будет как будто бы свидетельствовать о том что я хочу прервать контакт с мамой и мама будет безусловно всяческими способами удерживать этот контакт ну потому что потому что потому что потому что понятно почему да да не высовывайся да вот видите вы просто называете пословицу поговорку который вам передали и за этим я уже могу могу на для каждого определить примерно что там что там поглубже хорошо то есть у подруги в семье вечно говорили мама богатого богата не жили нечего начинать да богата не жили и нечего начинать конечно и за этим опять же что стоит не стоит реализовываться не стоит пробовать новое потому что в данном случае богатство будет как раз про что-то новое про то чтобы впустить в свою жизнь возможности но это не стоит делать хорошо идем дальше еще раз смотрите конечно если вы замечаете какие-то роли которые вы передаете своим детям вот так вот получилось до какого-то момента может быть вы этого не осознавали не понимали очень важно не допустить чтобы эта роль приросла к ребенку и если говорить и продолжать правду эту роль козла отпущения то знаете еще вот я часто встречаю на самом деле воспроизведение этой роли в жизни это часто относится к мужской части да то есть вот мальчики проблемные и смотрите что происходит когда в семье не чем не о чем говорить когда в семье вообще низкий контакт эмоциональный то вот этот проблемный ребенок он как бы служит причиной объединения семьи то есть у нас нет друг другу ничего кроме того что вот мы будем сейчас решать эту проблему понимаете о чем я говорю то есть вот эта вся история с проблемными детьми или когда ну вот например рождаются младшенькие и как то в общем там так получается что эти дети младшенькие они ну в общем не готовы внимание уделять им родители то тогда надо куда-то сместить свое внимание это будет старшенький который вот такой неугодный поэтому зачастую где воспроизводится снова и снова роль козла отпущения у ребенка семья видит вот такой вот способ объединиться или какие-то другие роли перенять на себя то есть понятное дело что когда есть козел отпущения всегда есть жертва но это скорее всего жертвенная мать которая бесконечно страдает от того что ее ребенок такой вот знаете ли неугодный и снова и снова она будет вообще жертвить потому что ей вообще-то это нравится потому что ребенок обращать на себя внимание только тем что он постоянно попадает в какие-то передряги а мать в это время будет наслаждаться ролью жертвы наслаждаться ролью жертвы вызывать в других чувство вины будет бесконечно обижаться а вообще обида это один из способов манипуляции и тогда у нее есть официальный способ да как-то как-то пострадать вот как вам вообще эта роль замечаете ли вы сейчас когда я про нее рассказывала вспоминаете ли вы кого-то в своем окружении кто эту роль бы отыгрывал скажите вспоминаете ли вы такую роль у кого-то из своего окружения лично у меня такие есть экземпляры притон это роль может быть знаете не только вот что я вспоминаю первое вот у меня есть пример когда непосредственно попадать в передряги и семья страдает из-за того что приходится это решать а вторая это знаете вот роль когда вся семья страдает что ну вот ничего из него не вышло вот тоже есть такой пример когда один член семьи он значит там ни к чему не стремится не зарабатывает родители бесконечно ему дают деньги у него уже есть свои дети а он все равно продолжает жить на обеспечении родителей жена зарабатывает а он продолжает лежать дома на диване ничего не делать и получается что он вообще-то безобидный этот человек он просто лежит дома на диване у него бегает несколько маленьких детей рядом но вот как бы он себя не нашел или он знаете ли предпочитает горизонтальное положение вертикальному и при этом с одной стороны вот ничего другого плохого он не делает он не попадает в передряги его не надо там откуда-то доставать куда-то там бежать спасать нет он просто ничего не делает и вся семья страдает на тему того что он у нас такой без инициативный такой вот он весь никакой понимаете и давайте вот сейчас мы будем на эту тему тоже страдать немножечко да ну когда же ты займешься хоть чем-то говорят такие матери или отцы такому ребенку но еще раз повторюсь что этот конкретный человек выбрал эту роль в том числе для того чтобы хоть как-то хоть как-то родители вы проявили свою любовь к нему да и как будто бы он хочет чтобы они от него отстали то есть зачастую козлы отпущения они думают о том что да отстаньте вы от меня дайте мне дышать но к сожалению это вот такой вот замкнутый круг где сначала как будто бы я отвергаю потом я снова чувствую себя отверженным да что важно потому что чувствовать себя отверженной когда меня не принимают мои родители тоже такая очень лакомое такое лакомое переживание ну слушайте я вот опять такая жертвой бедный несчастный хоть кто-то меня пожалеет ну и находятся зачастую партнеры или там подружки друзья которые в общем-то обеспечат обеспечить такому человеку поддержку да это называется поддержка окей так читаю ваши роли свекровь моя мама и брат да бабушка всегда была в роль жертвы я для вас все я для вас все а вы для меня ничего вы это не цените нам хорошо хорошо в общем если вы позамечаете то принципе но в любой семье вот я пока наверное не знаю ни одной семьи в которой не было как бы отпущение в той или иной форме где-то она утрирована притом знаете какой интересный момент вот это я сейчас конкретно из примера который я вспоминаю и чем дальше тем чем человек становится старше тем он идет на больше и больше какие-то встревает какие-то передряги потому что уже знаете вот такой маленькой передряжкой не отделаться тогда надо все больше и больше вот в свою жизнь привлекать какого-то треша вот с этим понятно да вот мы с вами одну роль разобрали прошло уже 30 минут эфира разберем еще несколько и точно мы с вами встретимся еще один раз но при условии того что вы мне поставите лайки на эфир будете писать комментарии для меня это очень важно идем дальше идем дальше ну идем дальше следующая роль такая вот она есть роль золушки и если вы тоже так немножечко поанализируйте то возможно тоже кого-то среди родственников и найдете эту роль это роль когда у ребенка очень много обязанности когда ребенок бесконечно дают поручения и при этом когда ребенка дает куча поручений вспоминаем сразу да эту сказку золушка этот ребенок должен быть быть в хорошем настроении обязательно потому что если ты какой-то хмурый то ты уже неугодный и конечно этот ребенок сталкивается с тем что любую злость да любую любое чувство какое-то которое не угодно родителям надо затыкать внутри себя и опять же только выполняя такое количество обязанностей я обращу внимание на родителей то есть это становится единственным способом какому-то такому более-менее близкому контакту ну например давайте вспомним о том когда в семьях бывает когда вот рождается маленький ребенок ну младшенький и старшенькую сестру или старшенького брата как бы обязывают воспитывать этого младшенького то есть ребенку вроде бы там 10 лет а он уже меняет пеленки младшенькой и это конечно ну такая себе вообще история потому что у этого старшенького складывается ощущение что только до тогда когда я меняю пеленки когда я способна значит там ну дальше просто на любую сферу на самом деле перекладывается и можно взять и там учебу и впоследствии и впоследствии может быть так когда например этот старшенький должен быть всю жизнь нести ответственность за младшенького в буквальном смысле да подтирать ему жопу ходить значит тоже выруливать какие-то его проблемы вопросы и так далее то есть только тогда когда я с благодарностью принимаю те задачи поручения которые мне на меня на мои детские плечики значит взгромождают взрослые которые имеют для меня какое-то важное значение вот только тогда я молодец на этот случай есть поговорка сначала ради няньку а потом ляльку кошмар настя кошмарная просто поговорка еще раз сначала ради няньку а потом ляльку ну просто вообще нет никаких цензурных слов на эту пословицу поговорку я ее слава богу в первый раз в жизни слышу окей вот мы с вами разобрали две роли первая роль это была козел отпущения второй это роль золушки и еще одну роль которую я вам сейчас предлагаю разобрать это роль мамина сокровище вот слышали такую формулировку я вот прям много честно говоря когда я собирала и формировала эти роли они кстати говоря если вы проанализируете они тесно связаны со сказками которые мы смотрели в детстве со сказками конечно потому что то же самое вот то же самое если мы вспомним извините меня там золушку или какие-то такие вот я не знаю извините меня отвлекли отвлекли сейчас я выключу ватсап так вот если мы вспомним какие-то белоснежку сем гномов да и так далее то вот эти все роли они конечно были уже для нас заготовлены во всех сказках то есть которые мы читали которые мы прям хорошенько знаем так вот мамина папина сокровище вот встречали ли вы такую роль у себя в семье ну-ка вспоминайте вспоминайте насколько эта роль вам знакома это конечно конечно вот какая может быть ситуация когда например мама не удовлетворена своим супругом супружеской жизнью она конечно пытается пытается всеми возможными способами излить на свое чадо всю свою нежность всю свою любовь жертвенность конечно же и ребенок при этом на самом деле оказывается в очень нелегком положении потому что часто да вот мамы выбирают в качестве маминого сокровища например своих сыночков и что может происходить происходить это гиперопека это тогда когда там очень ну я не знаю там могут быть разные случаи но очень поздней сепарации и вообще ее отсутствие мамина сокровище подташнивать прям стало ну да да такая себе формулировочка тем не менее мальчики часто становится мамином сокровищем девочки становится часто папином сокровищем и конечно конечно что происходит в семье когда один из детей становится чьим-то сокровищем очень сложно ребенку становится знаете ли воспринимать отца и мать как как единую какую-то стратегию которую они выбирают для воспитания для ухода за ребенком скажем так потому что в этом моменте появляются двойные послания например папа говорит одно мама говорит противоположное ребенок сидит не понимает что я хочу делать и тогда он для в любом случае будет еще и плохим то есть смотрите с одной стороны там мальчик например становится маминым сокровищем и папа говорит что-то другое там этот мальчик понимает что и папу надо слушать и маму надо слушать и прислушиваться но при этом ему очень сложно сделать выбор кому все-таки отдать предпочтение потому что кому бы он это предпочтение не отдал он всегда будет плохим да для кого-то из родителей но зачастую конечно же эти детки выбирают ту сторону для для которой они являются вот этим самым сокровищем еще раз повторюсь что в этом случае какие могут быть последствия это поздняя сепарация вообще ее отсутствие и вот кстати говоря если говорить про такое так не буду это говорить потом скажу потом вот понятно да вот такая третья роль третья роль мамина папина сокровища хорошо идем дальше идем дальше еще одна роль это роль такой паиньки роль паиньки отвратительное слово но тем не менее кстати говоря я его часто тоже слышала в детстве его часто прям произносили будь паинькой мне кажется что прям в каких-то даже сказках также мы его встречали случайно не в сказке морозка ну по моему как будто бы даже вот около того так вот конечно паинька вот этот ребенок который забирает роль паиньки становится таким знаете ли он радует всех он воспитанный послушный примерный его ставит пример вот значит твой ребенок там плохо одевается после физкультуры забывает теряет свои вещи а моя а моя то а моя то делает все все что только надо конечно от ребенка в данном случае ждут соблюдение каких-то норм притча которые в каждой семье устанавливаются индивидуально и эти ожидания ребенок вынужден подтверждать своим поведением образцовым образцово порядочным поведением и конечно как-то за это такое поведение вознаграждается со стороны старших то есть как только я теряю например да вот контакт и не не подтверждаю что я паинька как где-то я поступаю опрометчиво и не настолько я прям знаете ли хороша то родительское внимание она знаете ли уходит уходит и конечно ребенок будет стремиться снова и снова эту роль воспроизвести для того чтобы для того чтобы как-то как-то вот этот кусок любви урвать урвать себе или например опять же когда один ребенок в семье вот он такой козел отпущения вторая может быть на контрасте такой паинькой для того чтобы на этом контрасте больше привлечь к себе внимание и что важно здесь может появляться такой лицемерие да потому что ребенку приходится отыгрывать эту роль потому что иначе иначе будет плохо иначе ребенку будет плохо а другими способами создать эмоциональную связь с родителями он к сожалению не знают паинька при взрослых а по сути в кругу детей например монстры и зная что на них не подумают вытворяет такое конечно да поэтому я и говорю про поэтому я говорю про вот это лицемерие которое скорее всего неизбежно будет всплывать и сопровождать идем дальше меня постоянно в пример ставили младшим сестрам братьям только с возрастом я почувствовал какой-то вообще груз да да абсолютно точно и потом опять же мы бессознательно начинаем стремиться чтобы нас снова и снова поставили в пример понимаешь в чем дело карин то есть ты можешь не осознавать то что часть ситуации уже в таком в более взрослом возрасте ты создаешься для того чтобы тебя снова поставили в пример потому что этот в этот момент как пишет берн до которого я очень люблю эрик берн в этот момент только ты можешь получить поглаживание то есть внимание внимание от всех кому только можно до 1000 процентов меня сильно в детстве били родителям когда родила сына то залюбила теперь растет маленький эгоист на сокровище да привет и привет перфекционизм да привет перфекционизм конечно ну перфекционизм это очень такой большая большая тема и она может содержать себе да в том числе какие-то вот такие вот какие-то вот такие вот послания семейные идем дальше еще одна роль которая сейчас хочу затронуть это роль болезненного ребенка я думаю что эта роль тоже знакомы и сказать опять же вот так вот ну если так прикинуть то опять же она практически в каждой семье встречается когда когда какого-то ребенка в семье его прямо наделяют знаете ли какими-то особенными болезнями на эту тему я вам недавно рекомендовала сериал я сейчас не помню ну там другая немножко тема была но тем не менее когда мать постоянно у ребенка находила какие-то болезни до иначе мать не могла себя почувствовать вот такой вот нужной в принципе в жизни она была не реализована в обществе она вообще не ничего из себя не представляла как личность то есть потенциал не реализован потенциал весь был направлен на то чтобы значит свою дочь в своей дочери постоянно искать какие-то не существующие болезни и что происходит когда в семье появляется вот эта роль болезненного ребенка он напоминает сериал а в жизни я стараюсь моего не знаетеaltet он не стала стимуляла и парня по всем этим он не знает и как он не любит это был яйцем чемпионатом потому что давайте он же нет ни нету каковерный ребенок в одной ценирундах был ровный ребенка тоже есть вот такой спустя он выходит его с тимуляционным неравчатой в то же средней 6 окружении 3 7 9 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 8 9 9 9 9 10 7 7 7 7 9 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 10 11 7 Продолжение следует... Продолжение следует...